Всем здравствуйте! Я скажу пару слов, почему я взяла такую тему и почему я могу, как мне кажется, не рассказывать. Потому что The Question, где я работаю, так получилось, что это такой вот гибрид социальной сети средств массовой информации и поисковика, и поэтому работая на этой платформе, охватываешь и изучаешь большое количество, ну в принципе, вот как бы медиа пространства в целом. И очень заметно по нашей платформе, это, в общем-то, Q&A платформа, немножко напоминающая Квору, но с редакционной политикой и со своим особым таким сообществом. И общаясь с нашим сообществом, введя социальные сети, очень легко анализировать и как бы видеть картину в целом, что происходит в России. Сейчас, поскольку мы приближаемся к марту 2018 года, когда будут очередные выборы Владимира Владимировича Путина, интерес власти усиливается к интернету в том числе, потому что в марте этого года, 2016, в Москве и в других городах России прошли протесты против коррупции. Они были самые массовые за всю историю, и эти протесты показали, что именно через интернет, через видеоплатформы, через социальные сети, через мессенджеры, молодежь в основном и люди где-то так возраста 25-35 лет хорошо самоорганизуются. Начну я немножко с цифр, чтобы вы понимали, какая ситуация с интернетом в России. В интернете сидит порядка 87 миллионов человек, это 71% населения. Практически в последние годы рост аудитории замедлился, но люди стали проводить времени в интернете больше. В основном сидят с мобильных телефонов, в мессенджерах очень активно в последние годы, в социальных сетях и на других сайтах. Новости узнают по-прежнему, конечно, в основном из средств массовой информации, лидируют по-прежнему телевидение. Но если говорить о более молодой аудитории, то телевидение почти никто не смотрит, и более молодая аудитория как раз черпает новости из социальных сетей. Очень большую роль играет YouTube с видеоблогерами. И последние где-то полтора-два года переходит общение в мессенджеры. WhatsApp, Viber и очень у нас пользуются большой популярностью Telegram. Также есть UGC-площадки по типу Equation, того же Snob, где я тоже работала, где создается сообщество, которое и создает контент, и его обсуждает. Таким образом, получается такая народная аналитика. Пишут в основном в социальных сетях, очень много пишущих авторов. Люди, если раньше больше на кухнях обсуждали какие-то политические вопросы и новости, то сейчас люди занимаются этим в социальных сетях и в тех же мессенджерах. В соцсети в них сидит почти 66 миллионов человек. Каждый день огромное количество постов загружается в них. И это только 30 миллионов новых сообщений каждый день, не считая мессенджеров и UGC-платформ. Это основные социальные сети, которые представлены в России. Наверху ВКонтакте, рыжие – это Одноклассники, это Мой Мир, это Твиттер и Фейсбук. ВКонтакте – это самая популярная сеть. Они запустились 10 лет назад как, в общем-то, повтор Фейсбука, но в России полностью доминируют, и в них сидит аудитория в основном где-то 18-25 лет. ВКонтакте сейчас активно наращивает более взрослую аудиторию, потому что они понимают, что их влияние очень велико. Например, вот для того же TheQuestion трафик приходит в основном из ВКонтактов, при том, что у нас не очень большая группа в 330 тысяч человек ВКонтакте, все равно основной поток идет оттуда. Одноклассники. Я чуть позже скажу про разницу в аудитории, потому что когда ты работаешь в медиа, то весь трафик, который ты получаешь, в принципе, большинство трафика ты получаешь из социальных сетей и немножко из поисковиков. Например, вот Медуза, Илья Красильщик, который вскоре у вас будет выступать, они задействуют все социальные сети, которые возможны. По-моему, у них порядка 17 площадок. Свой контент каждый раз форматируя под разные соцсети или иногда даже создавая новый контент специально под соцсеть. Потому что сейчас идет такая тенденция, что медиа главное уже не получить трафик на сайт, а именно дать информацию пользователям там, где им удобно. И у пользователей все больше для этого возможностей. И эти площадки все очень разные. Значит, в чем разница? ВКонтакт, как я сказала, это довольно молодая аудитория. Они ВКонтакте практически живут. Они создают себе там... Немножко скажу, в чем разница ВКонтакте от Фейсбука. Все это время ВКонтакт позволял слушать музыку бесплатно, смотреть фильмы бесплатно. Поэтому, когда туда молодые люди погружались, им, в общем-то, не нужно было никуда больше выходить. Они могли там читать новости, смотреть фильмы, слушать музыку, общаться с друзьями, вести блог и так далее. А сейчас за 10 лет школьники немножко подросли, которые сначала заходили ВКонтакте, и становятся все более активны с точки зрения гражданской какой-то позиции, политической позиции. И тут возникает такая интересная ситуация, что с одной стороны ВКонтакте как бизнес должны развиваться и поощрять своих пользователей на разные мнения, а с другой стороны ВКонтакте принадлежит олигархическим структурам Алишера Усманова, который приближен к Путину. И понятно, что Павла Дурова, который создал изначально ВКонтакт, выдавили из ВКонтакта именно потому, чтобы иметь возможность на пользователей этой социальной сети как-то ими тоже управлять. Еще одно отличие ВКонтакта от Фейсбука для российской аудитории в том, что любое взаимоотношение с ВКонтактом очень личное и очень персональное. То есть я, например, не могу прийти в Фейсбук и сказать, а продвиньте, пожалуйста, наши материалы или поставьте нас, пожалуйста, в рекомендации. А ВКонтакте у меня есть чат с руководителями ВКонтакта, в котором можно прийти и сказать, а вот у нас выходит новое шоу, можете ли вы его продвинуть. И интересно, что руководство ВКонтакта, с одной стороны, как бы сотрудничает со всеми независимыми СМИ, помогает им, в принципе, продвигать их контент, а с другой стороны, понятно, что если будет какой-то указ, то они всегда точно так же смогут отказать и, допустим, не выводить ни в рекомендации, ни в топ. Вот. Одноклассники, рыженькая вот эта иконка, это, они появились раньше ВКонтакта, там сидит очень взрослая аудитория, аудитория возраста 50-60 лет, и это очень такая странная аудитория, она никуда больше оттуда не выходит. То есть, какие бы ссылки туда не заливал, какие бы ты видео не клал в Одноклассники, эти люди никогда не перейдут на твой сайт, они никогда не дадут тебе трафик. Там они дарят друг другу цветочки, посылают щеночков, поздравляют с днем рождения, и среди СМИ, среди средств массовой информации к Одноклассникам относятся так, очень осторожно, мол, лучше их не трогать. Хотя аудитория довольно большая. Facebook – это очень любимое средствами массовой информации социальная сеть, потому что там сидят, собственно, вся взрослая, хорошая, качественная аудитория, хорошая с точки зрения рекламы, хорошая с точки зрения контента. В Facebook очень много пишут тексты, главные редакторы, журналисты. То есть, для российской аудитории Facebook – это не просто социальная сеть, а возможность, это такая собственная, в общем-то, блогоплатформа, где ты высказываешь, обсуждаешь, очень бурные дискуссии происходят в Facebook. Иногда это перерастает, что называется, медиасрач, тоже с огромным количеством задействованных людей. И особенность Facebook в том, что когда ты находишься в середине этой активности, ты думаешь, что все-то вокруг знают о том, что происходит в российском Facebook. А потом оказывается, что основная аудитория сидит в Одноклассниках, ВКонтакте и совершенно понятия не имеет, что там у интеллигенции в Facebook происходит. Twitter – это… он больше используется… это такая… это не самая популярная сеть, хотя в какой-то момент они начали сильно расти. Отличается от остальных сетей тем, что это скорее некая параллельная платформа. То есть, если ты запасил ВКонтакте, ты то же самое, скорее всего, напишешь в Twitter. И еще одна разница, то, что если вот у людей ВКонтакте, если у них есть здесь аккаунт, скорее всего… то есть, они могут не иметь аккаунта, например, в Facebook. То же самое с Одноклассниками. У людей, у которых есть Twitter, скорее всего, они есть и в других сетях тоже. Вот. Значит, здесь можно на этом слайде просто увидеть разницу аудиторий по возрасту. Вот ВКонтакте, они сейчас заявляют, что у них подросла аудитория, стало 25-35 лет. Хотя по-прежнему школьники… Здесь просто, да, вот до 18 лет, вот школьники, очень большая их аудитория. Facebook – это вот именно взрослая аудитория. Все рекламные проекты обычно целятся на фейсбучную аудиторию. Здесь показывают LiveJournal, он почти мертв. И Мойнир – это тоже не очень живая соцсеть. Помимо социальных сетей, ну или вместе с ними, очень активно развивается видеоконтент. Я начала сегодня с того, что сказала, что вот в марте были протесты, и это очень сильно все было завязано именно на видеопродвижении. И на YouTube в частности. Как вы знаете, наверное, Facebook меняет алгоритмы для того, чтобы продвигать и индексировать, и выводить в показы видео, все, что связано с видео. То же самое делает ВКонтакте, то же самое сейчас делают одноклассники. Большинство социальных сетей переходят на видеоформаты. Как получилось, что видео сыграло такую большую роль для российской политической активности? Алексей Навальный, оппозиционер, к которому вы, наверное, все слышали, он делает расследование антикоррупционное. У него есть антикоррупционный фонд, с которым они делают такие массивные обследования, и потом снимают видео. В марте как раз он выпустил ролик, который назывался «Он вам не Димон». Этот ролик собрал, здесь видно, 25 миллионов просмотров и вызвал бурную-бурную реакцию во всех социальных сетях и в видео. Именно он стал причиной протестных движений 26 марта, который как раз и вывел людей, детей частично на улице городов. Самые массовые протесты. 80 городов было задействовано. Участвовали по разным подсчетам. Здесь, конечно, очень такие странные цифры. Это официальные цифры от 32 тысяч человек. Это подсчеты независимых людей, что участвовало по России, и 90 тысяч человек вышли на улицы. Задержаны при этом были 1800 человек. Тысяча из них только в Москве была задержана. Я тоже выходила на эти митинги. И ты никогда не знаешь, кого схватят. Хватают совершенно любых, вне зависимости от того, женщина, мужчина, ребенок, не ребенок. Просто выхватывают из толпы 7 ОМОНовцев и увозят в автозак. Большинство отпускают, некоторым дают реальные сроки. Эти митинги, чем они стали так интересны, эти мартовские митинги? Потому что вышло очень много молодежи. В процентном соотношении не скажу, но это было заметно по всему интернету, это было заметно по всем фотографиям, по всем видео, что очень много молодых людей возраста от 14 где-то до 23 лет. Тогда все СМИ сразу заговорили о том, что протесты помолодели, и возник вопрос, как же это произошло. И здесь довольно интересное объяснение, что это произошло по нескольким причинам. Одна из причин, это парадокс российской демократии. Сейчас подрастает, как раз к 2018 году подрастает около 4 миллионов детей, которым будет 18 лет, они смогут голосовать. И вы представьте себе, что они родились в 2000 год, ровно в тот год, когда пришел Путин. То есть никого с момента рождения, с дня рождения своего они не видели у власти, кроме Владимира Путина. Ну и понятно, что это довольно надоело, надоел им уже этот человек, они его не очень серьезно воспринимают. Кроме того, что они родились в эпоху Путина, они родились в эпоху интернета. И с одной стороны, политические ограничения, их не особо касались, они были детьми. А с другой стороны, у них был интернет, который безграничный, в котором они могут общаться, делать, что хотят, выходить за границы стран, городов. И у них есть это внутреннее ощущение свободы, которого не было у советского человека. Есть и третий фактор. Эти дети, которые родились в 2000, они родились у родителей с более гуманистическим видением, с родителями, которые уже не пороли детей. И это поколение можно назвать не поротое поколение the gap which wasn't whipped, которых не пороли. Потому что в Советском Союзе поркаль детей была довольно распространенным явлением. А с 90-х, 2000-х годов мы повернулись к гуманитарным системам воспитания. И эти дети, они получили от родителей очень большой заряд свободолюбия. Вот. И когда они росли, у них все время со всех сторон говорили, что вот, значит, Россия, это демократия, вроде как должны быть разделения, разделения властей, исполнительная власть одну, судебная власть другое. Но по факту дети видели совсем другое, что нет никакого разделения, что все так же зажимается, что родители, родители, если хотят открыть какой-то бизнес, их зажимают. И кроме этого, в последние годы в школах стала сильно продвигаться, началась сильная пропаганда. То есть такая прям вот против оппозиционных настроений, за поддержку власти. И понятно, что подросткам, когда с ними начинают ограничивать, у них еще больше этот бунт нарастает. Вот все вот это вместе как раз и вылилось к марту, к этим антикоррупционным митингам. Помимо этого всего сыграли большую роль влогеры, это видеоблогеры, мы их называем влогеры, по-моему, влогеров на английском тоже. Вот. Это поколение молодое, возьмем чуть пораньше, конца 90-х. Они перестали смотреть телевизор в какое-то время, потому что телевизор российский это исключительно государственные программы, либо независимое телевидение, которое занимается исключительно развлечением. То есть новости ты смотришь или на первом канале, или на втором, или на НТВ, и предсказать новости, которые будут показывать, довольно просто. Это всегда написано по одному сценарию. Дети перестали смотреть телевизор, они, к тому же, у них есть интернет, у них есть чем себя занять, они сами снимают видео, и смотрят таких же своих людей своего поколения и из России, и из Америки, и из Британии, и из других стран. Благо, английский язык у большинства сейчас хороший. И российские, российские, блоговая, вот эта видеосистема началась развиваться очень активно в Ютьюбе. началось все с игр, стали появляться влогеры, которые устраивали летсплей, они объясняли, как играть, и у них, у таких влогеров сейчас под 20 миллионов человек подписчиков, и понятно, что даже если они в основном говорят об играх, они тоже взрослеют, у них тоже, их интересы меняются, и они периодически тоже начинают разговаривать на какие-то общественно значимые темы. Помимо этого стали появляться расследования Навального, стали появляться более серьезные политические видеоматериалы, а государство как бы считало, что интернет это еще далеко от них и не ограничивало фактически. И вот здесь я прописала просто по датам, здесь можно хорошо заметить, что вот 2 марта вышло видеорасследование Навального «Он вам не Димон» посмотрел, 23 миллиона человек. 12 марта тут же подсуетилось Министерство культуры, и они устроили встречу с влогерами о популяризации образования и культуры среди молодежи. Это звучит очень серьезно и для влогеров тоже, и не очень интересно. 26 марта прошли протесты, после этого стали появляться, после этого сразу видно, как зашевелилось государство, как зашевелилась вся конъюнктура, потому что тут же начали появляться видеоролики с какими-то популярными исполнительными, рэперами, которые обличали Навального и, значит, просили, там, в смысле, как-то вот, что-то такое про государственное рассказывали. на НТВ стали выходить программы Навальный Гитлер с рисованными такими свастиками и прочим, но, в общем, довольно трудно обмануть поколение, которое выросло на видео и которое само знает, как это все производить. Началось дальше тоже забавное. 18 мая Алишер Усманов, которого я уже упоминала, он владелец «Контакта», у него состояние почти 16 миллиардов долларов, он выпустил видеоответ Навального. Сейчас я долистаю, вот тут есть, вот это вот Алишер Усманов. И, конечно, видео в таком формате, когда человек, когда если Навальный, Навальный, помимо того, что он делает хорошее расследование, он еще прекрасно владеет способом подачи информации, то есть он в свои видео, он делает их разбитыми на главки, он вставляет картиночки, он вставляет персонажей, он добавляет смешную музыку, то есть понятно, что он вовлекает, это тоже такой инфотеймент. И это легко смотреть людям, у которых мышление клиповое. Алишер Усманов, он выступал по старинке, он сидел за столом и сколько там, 12 минут, по-моему, обличал Навального. тут началась следующая волна такого явления, как мемы. И мемы, на самом деле, это вроде бы не социальные сети, да, это и не, ну, не знаешь, к чему их отнести, но они в России несут такой большой заряд политической, ну, это, в общем, политическая ирония, это то, что раньше в Советском Союзе какую роль играли анекдоты, сейчас эту роль играют мемы. И все, что происходит, моментально превращается в мемы, все государственные деятели так или иначе были замечены в том, чтобы их обсмеяли. Я здесь выбрала самых главных у наших деятелей и, конечно, такие целые коллекции. Иногда даже молодежь узнает новости именно по мемам, то есть люди, которые подписаны только на группы с мемами, даже это позволяет им быть в курсе новостной ситуации, потому что мемы реагируют моментально на то, что происходит в стране. Вот, да, конечно, Алишер Усманов был тут же жестоко отмемизирован, если можно так сказать, он выпустил одно видео, он выпустил второе видео, и он стал действовать старыми маркетинговыми способами. Он начал предлагать айфоны за то, что там кто сделает больше мемов, кто больше распространит, кто напишет какой-то комментарий, он стал предлагать какие-то конкурсы по старинке. Но, опять же, молодежь это все не очень увлекает, как-то им интересно поиграть, им интересно посмеяться, а сотрудничать с таким смешным начинающим влогером не самое интересное. На данный момент Усманов загнулся, перестал выпускать видео, но это было важное явление, потому что когда олигарх вдруг становится влогером, пытается войти, оседлать эту волну видеопроизводства, это важный знак с точки зрения того, что там наверху происходит. Дальше продолжила подключаться уже Государственная Дума, 22 мая они собрали совет молодежной политики, куда пригласили влогеров, и это по-моему единственное в мире такое состоялось мероприятие, когда с трибуны парламента для участников, для депутатов вещала 19-летняя девочка, заслуга которой в том, что у нее 5,3 миллиона подписчиков, и она учила вот этих депутатов тому, что им надо быть открытыми и прозрачными. Вот, и призывала их завести в блоге на Ютьюбе, но они не завели. Дальше 19 июня в Госдуме было еще одно заседание совета блогеров, пытаются вовлечь в какую-то политическую деятельность официальную, но блогеры сопротивляются и практически никто на этот совет вообще не пришел. Вот, однако надо понимать, что действительно заигрывание власти с блогерами совершенно оправданно, потому что это большая, большая сила. Они создают свой контент в Ютьюбе, распространяют его через социальные сети и получают миллионы просмотров. Я здесь собрала топ-блогеров, которые политически активны и ясно демонстрируют свою политическую позицию. У них от 3 миллионов до 950 тысяч подписчиков. Это вроде бы не очень много сравнивать, если с видеоблогерами про игры, но за счет социальных сетей распространяется очень сильно и просмотры на самом деле даже выше, чем у телевизионных передач, на которые тратятся, понятное дело, совсем другие бюджеты. И государство начинает понимать, что вот эта сила, эти видеоблогеры, эти социальные сети, оно постепенно с вырастающей аудиторией начинает сильно менять происходящее. И надо сказать, что когда Навальный выпустил свое расследование, оно было само по себе просматриваемое, но гораздо больше резонанса ему дало то, что другие видеоблогеры либо поддержали его, либо рассказали об этом расследовании, и даже был выпущен один анонимный ролик, до сих пор неизвестно, кто его сделал, он как раз был нацелен на молодежь, он назывался «Мы не ждуны», ждун это такой персонаж, похожий на кляксу, что ли, который сидит, ждет, очень забавный. И вот это видео, оно разошлось очень сильно, и тоже сподвигло молодежь выйти. Еще хочу пару слов сказать об этой молодежи, почему все так стали ее сразу изучать, потому что вдруг оказалось, мы очень сильно это заметили на The Question, вдруг оказалось, что эти люди 14, 16, 18 лет, они невероятно артикулированно могут высказываться, у них очень хорошее, они очень, они уже давно определились, кто они, что они, они умеют высказываться, они очень хотят, чтобы их услышали, и они категорически отказываются от этого восприятия себя как детей, они считают себя взрослыми, продвинутыми людьми и очень хотят разговаривать, и есть такое понимание, что вот как раз особо разговаривать им со взрослыми негде. Мы в тот момент на The Question у нас было забавно, мы сначала переживали, что вот у нас очень молодая аудитория, а наше ядро на The Question это где-то 18-25 лет. Но как раз на протестах мы вдруг поняли, что это та самая платформа, куда они приходят и отвечая на вопросы, высказывают свою точку зрения именно так, как им хочется, и могут понимать, что там их прочтет Владимир Познер, там их прочтет другие люди серьезные, и они почувствовали свою уверенность и стали очень активно себя проявлять. Вот. Такие видеобаттлы это скорее редкость. То, что происходит в видеобаттлинге, происходит в рэпе. И это тоже интересно, что субкультура рэпа, субкультура видеорэп-баттлов, она тоже стала общественно-политическим явлением, потому что есть у нас несколько видеобаттлов, где встречаются рэперы, и это просмотры этих видео, там доходят до 30 миллионов, последний видеобаттл двух самых крупных рэперов был показан даже по первому каналу российского телевидения, потому что вдруг стало таким необыкновенным феноменом, и там в своих речевках, в своих спичах они затрагивают в том числе политику. И вот это вот все соотношение интересное, что как бы получается все пропитано политикой, и молодое поколение это видит, и очень активно настроено к тому, что вот в следующем году они уже будут выбирать, участвовать в выборах. С одной стороны, это не очень большое количество людей, порядка 4-5 миллионов, которые свеженькие придут голосовать, а с другой стороны, явка на выборах в России всегда очень низкая, и поэтому любой какой-то подъем населения он заметен, и заметен политикам тоже. Вот. Тут я хочу немножко поговорить о трендах, которые будут перед 2018 годом. С одной стороны, есть опасения того, что интернет сейчас будут все сильнее зажимать, с другой стороны, то, что я вам рассказала про попытки заняться видео с государственной точки зрения, попытки заняться молодежной политикой с государственной точки зрения, показало, что государственная машина все-таки очень костная, медлительная, и она явно не успевает за развитием технологий, и поэтому интернет, скорее всего, продолжит развиваться так же, как он развивался, но при этом происходит постоянное ужесточение законов, и если в том году приняли закон Яровой, это такой закон, который обязывает все социальные сети, все сайты, всех операторов мобильной связи хранить информацию в незашифрованном виде и при любом при любой необходимости отдавать ее ФСБ. И понятное дело, что это хранение такого объема данных, это колоссальные деньги, и кроме этого, они требуют, чтобы вот Facebook, LinkedIn, все остальные зарубежные компании, они перевели это хранение в Россию, ну, это вообще практически невозможно, поэтому LinkedIn в России закрыт, доступ к LinkedIn нету, Facebook как-то справляется, Telegram тоже обходит как может, но недавно был принят запрет о средствах обхода блокировок, то есть против ВПН, и тоже с одной стороны интересная ситуация, они не очень хорошо знают, как это все работает, сами, наверное, не очень пользуются, но при этом запрещают, и с одной стороны запрет есть, а как его использовать, понимания до конца нету, и приняли недавно закон о запрете анонимности в мессенджерах, то есть обязательно регистрация по телефону, с предоставлением всех данных фамилиями отчества, и так далее, идет это ужесточение, но пока по-прежнему интернет еще относительная свободная зона. И также происходит некая маргинализация интернета, когда поддерживаются видеопроекты, люди поняли, что видео это очень сильное влияние оказывает, и идет финансовая поддержка проектов, которые ну совершенно трэш, это совершенно мусор, то есть это мат, это вульгарщина, это какая-то мерзость, и такие проекты очень сильно поддерживаются, им дается много просмотров, не вкладываются деньги, таким образом показывая хотя бы старшая аудитория интернета, что вот на самом деле все эти ваши видео это полная фигня, и вот на самом деле они все сумасшедшие, и вообще они матерятся, и фу-фу-фу, вот, это как бы маргинализация она всегда происходит, всегда стараются как бы высмеивать или там высветить какие-то самые плохие моменты, но понятно, что это может работать на старшую аудиторию, но молодая аудитория, которая становится все больше, она продолжает чувствовать себя свободной. Вот, в общем, я даже уложилась меньше, чем 50 минут, давайте тогда расскажу, что мы еще заметили, что мы заметили на The Question, мы заметили, что существует потребность у современной аудитории интернета в некой свободе от редакции. The Question построен так, что любой человек, любой пользователь может задать вопрос, может ответить, если он считает себя экспертом, и очень часто, когда происходят какие-то события, например, выборы в Америке, или протестные движения в России, мы знаем, что в средствах массовой информации всегда выбирает редактор, какую тему осветить. А на The Question, поскольку у нас очень хорошо настроена индексация из поисковиков, мы видим, что на самом деле ищут люди, что они гуглят, что они вставляют другие поисковые системы. И очень часто оказывается, что редактор не может предсказать, не может угадать, не может придумать то, что ищут люди. Самый такой простой пример, например, когда были выборы в Америке, все писали о Трампе, о Клинтоне, о чем-то еще, а людей больше всего интересовало, кто такие выборщики, и почему именно выборщики в Америке решают результаты выборов. И по митингам, которые были в марте, мы поняли, что есть невероятная усталость у детей, у подростков, у студентов о текущей ситуации. И связана эта история с тем, что они ужасно устали от вранья, и они сами не хотят врать. В момент протестов были такие интересные истории, когда детей, которых арестовывали, просили заполнить бумагу, и там есть пункт, где ты учишься, напиши университет. И люди иногда им говорят, напиши любой университет, соври. Они говорят, я не могу, я не могу написать неправду, то, что если я буду врать, значит, я буду такой же, как они. И вот это интересное поколение, которое выросло свободным, потому что если сравнивать с Советским Союзом, там ощущение, как бы чего не вышло, лучше я как бы там затаюсь и не буду выступать, это поколение и за счет своего возраста, и за счет тех причин, которые я перечислила, что они гораздо более свободные, гораздо более знающие, гораздо более открытые, они больше не хотят участвовать во всем этом вранье. При этом то, что происходит в СМИ, это такая довольно грустная ситуация, потому что есть всего несколько независимых СМИ, мне очень интересно будет послушать как раз ту же Медузу, потому что они одни из самых популярных в России, и их очень много читает тоже молодая аудитория, потому что они нашли к ней подход, а все остальные СМИ, они, ну там есть еще по пальцам перечислить там этот телеканал Дождь, который смотрит в интернете совсем немного людей, это раньше было РБК, которое сейчас перекупили и закрыли, ну не закрыли, они продолжают работать, просто совсем не так, и получается, что всем независимым СМИ приходится так или иначе действовать вне России, там тот же TheQuestion, он зарегистрирован на Кипре, SEO находится в Лондоне, и редакция в Москве совсем небольшая, вот, я думаю, что может быть даже стоит перейти уже к вопросам, чтобы я просто вам начала отвечать, oden.